Друзья всем привет! Продолжаю опубликовать доработки и усовершенствования, направленные на борьбу с угонами. Сегодня речь пойдет о защите ОПД-2 разъема. Ну, думаю, всем понятно, для чего делается разрыв кан-линии или же физическая защита самого разъема. Для исключения возможности подключения к нему разъему в целом или кан-линии в частности так называемой заводилки, которая ломает штатный иммобилайзер и позволяет завести машину в обход всякой защиты. Готовые решения, предоставленные на рынке, можно разделить на две категории – механические блокировки и электронные. Ну, с механическими все понятно. Лично мое мнение – глупость и маркетинг в чистом виде, так как, во-первых, все, что можно открыть ключом, можно открыть и чем-то другим. А во-вторых, какой смысл блокировать саму розетку, если, сунув руку чуть поглубже под панель или открутив пару дополнительных болтов, можно получить физический доступ к проводке, идущей к этой самой розетке. С электронными энкодерами и блокираторами все куда более интересно, и решений намного больше. Это и перепиновка разъема, что вводит в заблуждение угонщик и отбирает у него драгоценное время, так важное при угоне. При перепиновке, как правило, оборудование работает, то есть питание в разъеме сохраняется, но вот и бу автомобиля на связь не выходит. Также есть вполне интересные жизнеспособные решения с непосредственным разрывом КАНа. Часть из них блокируются через дополнительную сигнализацию иммобилайзер, но опять-таки ввиду массовости таких конструкций остаются лазейки, позволяющие добраться до проводки разъема и выводить оттуда КАН-линию. В связи с этим, позвольте представить мне свое видение защиты КАН-линии в автомобиле. Главные действующие лица, шланг от советского душа с помойки и разъем от какой-то военной радиотехники. Так, ну и второй очень популярный способ угона, более сложным оборудованием через диагностический разъем BD-2. Угонщик открывает крючок, а там хрен на не, вместо диагностического разъема. И причем даже проводки его вокруг нигде нету. Что же произошло с диагностическим разъемом, мы с КАНом. Суме тут не закреплено, без винтов собрано. Сейчас, блин. Снимаем нижнюю бороду. Здесь вообще никаких следов диагностического разъема нету. Трин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. А вот здесь внизу под бородой торчит вот такой вот интересный военный советский разъем от какого-то БТР-а. А в руках у меня вот такая вот ебалда, у которой на одном конце ответная часть военного советского разъема, а на другом привычный ОБД-2. И распиновка этого разъема известна только одному мне единственному на всей земле. Ну, соответственно, эта часть просто вставляется вот сюда, вкручивается этот разъем, и, в общем-то, мы получаем полностью рабочую диагностику. Вот. Провод проложен в совершенно неправильном месте под торпедой, за приборной панелью, там где-то в двойной армированной гофре, то есть даже если просто попробовать разрезать кабель-канал до розетки и попытаться вытащить оттуда кан-линию, ну, это займет очень много времени, потому что разобрать придется полмашины. Надеюсь, это видео было кому-то полезным и сподвигнет кого-нибудь из Самоделкиных на творческое развитие противоугонной темы. Всем удачи, до скорых встреч!